программа закончилась тем, что своего ребенка единственного ребенка, урок был практический, так? Они пришли к нему и сказали, что ты такой, что ты такой, ты тебя поставил. Сначала почему-то надо взять с собой, так просто, для начала разговора. А для продолжения разговора сейчас мы тебя сожжем вместе с партнером. Так? Но вообще, в принципе, это вот и так. Итак, приводят три аргумента. Аргумент номер один, приводит здесь маленький. Он говорит, я был, я был спорщиком с аммонитянами. То есть, 18 лет аммонитяне издевались над еврейским народом. И прежде всего на коллегу нашей. Потому что они перекодили именно вот в этом месте Адана и нападали именно на коллегу нашей. Приветствия. И поэтому эта наша была прежде всего правила. Поэтому мы с ними взяли. И это раз. Второе. Он им напоминает. Деликатно. Не совсем деликатно. Что за эти 18 лет колено Мунаше, как это больше всех страдал, обращал к колено. За помощью. И как-то так вот, большого желания спасать колено Мунаше, спасать несчастных дырот. Понимаете? А от того, что он пытается закидать чем-то, не было проявлено. Ну, евреи, как бы, очень сочувствовали. Но войны, как бы, не то, что он не тянет, не организовал. Пока не так было. То есть, мы же вас раньше с вами, второй. И вас что-то не было. А то вдруг вы так вот недовольны. Недовольны. И, наконец, третя в принципе, уже давно нужно было это все сделать. Давно нужно было саматься. Просто не было специальных чай. Сверху творятся страны. Ну, так вот. Поэтому, пожалуйста, не сердитесь. Понятно, что весь этот разговор не вызывал никакого действия. Потому что основная проблема была не в том, что говорила Калян Минфраймен, потому что она была судьбована. Они считали его неправильным судом. Калян Минфраймен вышел на гражданскую войну с коленом Мунаше. Видимо, с политическими требованиями, насколько можно понять, с политическими требованиями, отмены статуса Минфраймена и избрания судьи из коленом Минфраймена. Состоялось кровопролитное сражение, в котором коленом Минфраймена потерпела сокрушительные проживания. Была война между двумя тражами. Да. Не между всем, не знаю. Нет, верные нашеи. Это что только у евреев победители судят или как? То есть. Ну, вот победила его, пришли судить. Да, конечно, не правы. Нет, они были не правы. Но они придрались даже в победе, они придрались к своему факту его судейства. Такой человек, который свою дочку решает возможности замужем, что вообще не должен был под интересным народом, что он не знает законы и то-то. и поделили поражение. И так победил опять. Причем победил абсолютно. И очень интересная причина, здесь не за судиком, почему он убедит. Потому что все вот эти вот солдаты с коленой фраем, они относились к сокровным призринам к коленой фраем. Это было еще исторически. Потому что, как вы помните, дедушка Яков поставил свою правую руку на младшего фраема, левую ставшего в наше, и с тех пор ощущения коленой фраем считала себя, ну и Ашуа происходит с коленой фраем, считала себя самым-самым самым. Великие-то буддисты. И они поэтому вообще считали, что это и монаши, когда только они были на встрече, монаши прям разбегутся все. Шар, блин, закидали. Поэтому они потерпели поражение. Сокрушили. Потому что они слишком нахуй прошли на эту войну. Неосторожны были в этом моменте. А дальше начала встретиться. Резня совершенно неконтролируемая, потому что после этой страшной кровопролитной битвы между коленами началась настоящая война. Гражданство. И колено на наше, солдаты с колено на наше, они захватили мосты. Жалко, что не телеграмм. Захватили мосты через Иоанн. И когда какой-либо мирный дар житель, переправлялся в этом месте, где жили в Олене Фрайме, потому что через мост, знаменитое место, они его спрашивали. Скажи, скажи, шиболис, скажи слово колос. А, шиболис, да, то есть еврейский шиболис, с шима начинается. А у Олены Фрайме была сложность большая, они не выговаривали шиб, они не выговорили все с стебелями. Такое у них было произношение. То есть у украинских евреев и такое, у венгерских такое, у литовских такое. А эти, а эти фиболисы? И они-то шиболисы, и вы знаете, фиболисы, а? Резали на месте. Каждый вот этот фиболис. Отправили на полсет. Похоже, не все. А? Похоже, не все. Не все. Да. Не совсем не все. Сорок три тысячи человек было убито в результате. 42 тысячи пытались перейти через три месяца. Нет, нет. Месяца сам сражения, потом еще все неприятности, потом еще всякие надежды. Но в общем-то это с московым это просто некий пример, они до приводят до чего дошло. Но я понимаю, там падение одних на других, там война, цель. Но тогда когда-то, так сказать, мирный житель с возом переправляется через мост и буквально она как-то сказали. Сказали, как периодка. Сейчас я буду. Да? То есть вот страшная такая вещь произошла. Он сказал, «Но Миносе». Да, говорили, что вот это вот произошло, говорит пророк Лея уже, это все, всех этих людей один пилот. Он их всем уделил. Потому что он мог все это остановить, все абсолютно. Он мог понять, что человек такой, как и стал. когда он будет принимать такое решение со своей дочерью, раввины на святой земле будут про него рассказывать, соответствующие. Никто не будет же молчать, никто же не будет сидеть, ну, наверное, и судья, он может какие-то свои идеи. Наши люди, да, им только возьмут. Они скажут, что этот человек не образован. Он не знает закон. Его образов выгнать. И вообще, кто его поставил? Начнется народное выражение, закончится плохо. Пинхас обязан его государству прощать. Не просчитал. Решил, что первосвященник, сын первосвященника, как такому не образованному игрею, как и так, и переходить не дуру. Потом начинается война. Вот это вот война, которая имеет просто идиотский пол. Ты нас не взял с собой воевать. Совершенно ненормальный, парадоксальный, только здесь мог вмешаться. Когда он вмешивался, он мог успокоить кого угодно. Актритету этого человека был огромный вид, то есть, ну, и здесь тоже не мешал. Почему? Потому что он считал тоже, что их так иди мы сидим на своем столу. Поэтому пусть они уже коренные правят, более образованные, они разберутся с ним, уберут воду. И кто же не знал, конечно, что это закончится гражданской войной, первой гражданской войной на протяжении дверейских ссоек. И потом, к сожалению, будет еще гражданский войной. Ну, последнее, что он сегодня, он был похоронен в городах Лада, таки да, в разных местах, судил рейсминерон в итоге шесть лет, когда, после него судил и в певцах и в певцах, и в певцах, это волос, который уж крутит, и сверхурует. Следующий был, сказал, судья, и, как мы понимаем, он это судил после голода, после страшного голода, и его просто тоже был, как бы, неформальный любительный весь, но надо, сбежал со всеми деньгами перед выступлением самых тяжелых многоменов этого голода в Муа, известная вся эта история, которую мы сами разбираем, так, мы видим, что не только гражданская война, еще и голод после этого начала святой землян на святой земле, то есть, все радости жизни евреи пережили в этот момент, когда было принято вот такое неправильное геологическое решение с этой девушкой, закончился очень ну, после войны, который судил везет на вот семь лет и был мухаром витлэками, как вы знаете, ночь своей свадьбе срут, то есть, как он с ней соединился со своей женой и она начала ребенка, то есть, будущее мессианское семя в нее вошло, она была промаха Терри Давида, он, Буэс, тут же в этот же день гумер, и было это начало семнадцатого Томуза, поста, то есть, через два дня, через три дня у нас сразу начинается этот день, семнадцатого Томуза, сегодня у нас тринадцатого числа Томуза, идет, как я вам уже говорил, сам тяжкий по судьбе месяца гречесного гендаря, санкционный есть еще 9, зимой такой, тоже очень теплый, но это самый месяц, идет, поэтому идем очень осторожно. Кульминация проблем, конечно, с первого дня года, в самом конце июля, то есть, последние 9 дней июля у нас самый самый тяжелый апогей неприятности для евреев, самый тяжелый календаря, первые дни месяца авгод, надо избегать чего бы то ни было и очень осторожно себя вести, но вообще сейчас очень тяжелый календаря, в этот момент тоже будет дальше судил Илон из Холенда Сволуна, некоторое время, 10 лет судил игрейский народ, и про него особо ничего не написано, дальше Атор Илон из Холенда Храй судил, и мы с вами подошли к 13 главе, который нас ждет настоящий триллер, жанр триллера такого связанного с взаимоотношениями мужчин и женщин, деликатно выдержанная это 13 глава, я имею ее Шиншона, Самсона, со всеми его моментами связанных зданиями все эти взаимоотношения ошибши нас везти дорогу с филистинами и женщин это то, чем мы должны с вами заняться. Это тоже очень тяжелый для разбора тема, но во всяком случае здесь психология взаимоотношениями причем самых близких в смысле этого слова отношений она очень часто во-первых, потому что судьба этого человека великого человека и гибель этого человека великого человека она связана с влиянием женщин и женщин в его жизни вообще женщин в истории есть в отличности в истории а есть совсем другой вопрос женщин в истории которые только как вы понимаете огромно и подчас именно женщины решали историю это то в чем мы с вами с Божьей помощью будем разбираться дальше я напоминаю вам что у нас с вами первый я удаю с Божьей помощью в командировку в ближайшее воскресенье на святую землю поэтому на следующем неделе урока не будет я думал что через торт я уже на месте я еще уже проверю что у меня будет в клавах возвращаясь от этого ремохода но я естественно расскажу еще вот я сделаю просылку с очными данными и с вами это все все-таки мы сегодня выдавлены будем ответить на вопрос о дочери нефта ответить на тяжелый тяжелый вопрос которым мы только раз задали что же это случилось с проводителем рейсенового который обещал перед битвой самопитянами отдать всевышнему первое что выйдет из двери по домам с ней не встречу с дворами мы говорили объясняли кто стояло за этой просьбой некое отчаянное желание положиться на дворца показать дворцу что человек все это безгранично полагается моего милости но надо сказать что наши мудрецы во всех поколениях очень жестко критиковали всех героев этой истории ради дочери не ругали потому что она все-таки является жертвой этой ситуации как это все объяснить давайте начнем сначала проблема здесь следующая во-первых написано что в тот момент когда ифтах давал ва-ти-и аль-ифтах руах написано что на ифтах и дух ифтах так пообещал то есть не тоже этот человек был какой-то неправильный негодный нечестивый вот он решил находясь в своем состоянии нечестивость написано в книге ясно что он находился в состоянии божественного вдохновения это серьезная правда надо сказать что еще 800 лет назад наши публиции комитаты главных комитатов обратил внимание на очень любопытное потому что формулировка ифтаха она нуждается в детальном разъяснении что он собственно обещает а он сказал так если ты дашь мне пробок по руку всякий кто выйдет из ворот его дома навстречу мне при возвращении моим сыром он поймет своему дитяне дэйяна дэйяна шэмэн будет для бога вот это кто выйдет будет для бога и мялеким дэйяна и я его принесу жертву и будет для бога и я его принесу жертву почему не сказать что так или будет для бога в смысле жертву или сказать я принесу жертву зачем обе этих вещей и будет для бога не принесу жертву с первой идея что как в общем-то и мальдом это тоже подтверждает и для наших самых главных последних комментариев нахар меньше чем 200 лет назад он говорит что идея очень в общем-то такая здоровая если эта вещь не подходит для жертвоприношения она была для бога что такое для там разберемся если это будет некошерное животное осел или лошадь мы продадим деньги отдадим если это будет человек посмотрим что с ним будет а если это будет подходить для жертв будет кошерное так мы его принесем то есть вроде бы казалось бы в этом обещании ничего не но поскольку это осталось то что он сказал осталось на уровне идеи то что у него было в голове ясно он не сказал что если выйдет какое-то неправильное так я буду его продавать это не ясно будет для бога и я принесу жертву это можно воспринимать все-таки как это не ясно мало что там из того что не ясно вырвется все сидят еще так вот давайте прочтем что произошло просто текст сначала возвращается и как в миску в свой дом его его дочь выходит ему навстречу с барабанами и хороводами они просто вышла она решила строить встречу победителя стоять все дальше говорит текст что она только одна у него нету больше не сильно дочь она была единственным ребенком он совершенно не был обязан иметь одну жену мог иметь несколько и тем не имеет от всего что он имел и от всего что он пробовал сделать это было единственное и когда он ее убил он разорвал свои одежды он смеркал он разорвал свои одежды и сказал только бахо прям так бахо бахо он даже не мог сказать ничего разъяснили дочь моя путаницей запутан я сам себя и ты стала причиной вернуться я открыл ста своей вершине я не смогу вернуться я не смогу вернуться я вернуться как объясняет мальчик вернуться не смогу открыл став свыжними свое обещание говорит мальчик я не смогу отвергнуться вопрос То есть я сейчас буду снимать с себя это обещание, говори. Сейчас буду искать родину, какое обещание. То есть тогда и я думаю, что все эти девочки хорошие, приличные, удобные. По улицам с барабанами не ходят. В общем, тепло пустыка. Надо же опыт, чтобы этот барабан надо. Что? Нет. Сейчас будет. И вдруг она идет и говорит папа. Ты открылся от всех, ты сказал. И сделай мне так, как ты сказал. Устались. Сделай мне то, что вышло из твоего. Она сама и не твоего. Она начала. После того, как сделал тебе Всевышний такие окручения от врагов твоих, от сыновей, от победителей. То есть раз ты так победил. И чтобы победить, ты обещал, ты должен выполнить все. От победителей. Хорошо, что сказал. Дочка. Единственная дочка. Человека, который родитель рейский народом. Очень абазонная. В ней отыгрывают все воспитатели. Все учителя. И она вставит мне патологическую программу. Она говорит, что ты не можешь снять этот нерв. Где она это снижает? Кто ей это рассказал? А у нее такая нерв. Когда можно человеку отменить его обещание? Есть понятие первое. Сейчас мы назовем, у нее что-то забраться. Не знаю, без закона вообще невозможно ничего понять. Это, это вход. Вход в обещание. Даже точнее вход в обмену обещания. Например. Человек, как написано в рамуне, тогда свидетельник. Известная вещь. Человек обещает, что я с этой девушкой никогда не было ничего общего имени. Известная история. Потрясающая живота в рамуне. Как одного заставляли жениться на племяннице. Когда это было очень распространено? На сестре. На дочери сестры. Потому что написано в рамуне. Что большинство детей похожи на братья и мать. Мать, мальчик. Если рождается мальчик, они похожи на братья и мать. И поэтому, если ты уже есть брат-матерь, если ты уже жилища, у тебя дети были похожи, то все было замечательно. Идеальный кандидат. А вот как увидел это в своем племяннице? В очках. Да, по твоему языку? Он, он не просто сказал в них. Он поклялся, чтобы эти мацаны. Чтобы я когда-нибудь даже не прикладил. Все. Что сделали? Один из них нашим лицом рожной. Взял эту девушку. Делал ее. Улыл ее. Укормил ее, в конце концов. Привел ее, так сказать, в товарный вид. Да, вообще. Он намал полную эстетичную красоту. Привел к этому человеку. Говорил ему. Сын ему. И. Вот против него ты клялся. Он смотрит. Ну и встал. И свалился. В этот час, написано, лишь не заплакал на них, что или сказал, что все еврейские девушки красавицы. Все красавицы. Ну что? Бедность делает их отвратительными. Хори комет. Ну, в общем, известная слова. Знаменитое место. Там люди. В чем же? Женьшу поплялся, что она не ничем. Знакастливая. Если он знал, что она на самом деле, о, о, какая красивая. Просто она не кормленная, не чесанная, не мытая и так далее. Когда он не обещал, это называется в горе. То есть, когда я что-то обещал, не зная, какие-то обстоятельства. Но только ко мне приходят, как они говорят. Градон, есть же обстоятельства, ты не знал. Я говорю, о, конечно, если бы я знал эти обстоятельства, я никогда бы не обещал мне еще. Так? Говорит дочка Евгган, когда работает этот вход? Вход работает тогда, когда ты, если бы ты знал все, что будет потом, ты бы вообще не давал обещания. А здесь нельзя так сказать, ты не можешь так сказать. Потому что ты будешь тут. Бог дал тебе эти победы. Ты не можешь сказать, что если бы я знал, что я смогу обижать эту победу, но потом будут проблемы, что я не обещал. Как мне обещал, тебе нужна была победа? Эта победа была нужна всему близкому народу. Ты не можешь сказать, что я бы не обещал. Что ты дал? Вот теперь после победы, я себя чувствую нехорошо, потому что ребенок там не пришел на службу. И как не называется вход? Вход это тогда, когда ты думаешь, только обчевываешь полностью это обещание. И это абсолютная вредность, с точки зрения Бога, ошибка в том числе. Девушка совершила галактическую победу. Даже если человек раскаивается потом, до победы, до победы, снимать обещание, конечно, можно. Но они там не знали. Ни девок, ни папа не знал, ни папа не знал, за что его в играже папа. Обзывают неверный. Он не знал детали законов снятия обеда. Ну не стал. Вообще на самом деле это бывает. Здесь очень много, которые вы знаете, но очень много отраслей и резких законов. И люди на сегодняшний день специализируются в каких-то отраслях. из людей, которые вообще, то есть вот сидят и учат, например, только имущественные законы. Потому что имущественные законы это как океаны, это колоссальное количество всего. Человек сидит и мучит эти имущественные законы, только их учат, для того, чтобы, когда у людей это всегда сложные, какие-то вопросы галактические. Он именно здесь отвечает. То же самое, наверное, где-то Ихтахар все-то не научил, но не судил. Может он где-то, аждан. Он же главный судья Израиля. Как он мог не знать Аллаху? Это и есть. Главный судья должен был это знать. И поэтому его очень-очень жестко катитуют. Родины считают, на самом деле Ихтахар, может быть, самым слабым из всех, кто есть в суде, в земле. Самым неправильным из всех судей. Но тут-то, как мы уже указали, Ихтахар был человек, который знал все наизусть. И еще знал это все наизусть, искусство, мысли. Ихтахар был Пинхас. Сын Арваза, сын Арваза, сын Арваза, внук Арваза, живой же Пинхас, старейший на грейских Арвазах, первосвященник, сын первосвященника, как он сам себя назвал. Под чем? Понимаете? Как тоже написано. И здесь возникла паховая ситуация, которая тоже является объектом страшной критики нашему мудрецу, страшных ругательств. Паховая ситуация, сначала как пинхасы, а у него такая проблема, он не знает, что делает, вносить жертву другу, дочь в жертву, и когда на ее монастырь сожрает, он не знает, что себе делает, не знает, как снимать обед. Кому это все надо? Это им надо. Пусть кому не придут. Я не должен за ним бегать. Я, первосвященник, сын первосвященника, не должен бегать за невеждой. Даже если это невежда, обед в судейский мудрец. Потому что, как известно из Калмуда, в 40-х лет, старин в Кавилонском, что, если неправильный судья, не знаю, не знаю, то в судейской мантии, талин, который он говорит, большой, белый талин, это ослиная бакона. Говорит он. Понимаете? Поэтому он со своей ослиной баконой, не знающей, как правильно снимать этот чай, может отвергнуть, что-то по полу, прискакать ко мне. И я, как профессионал, он может так уже пить. Я его спросил. Да? Говорит. В мировосвященнице мировосвященнице. А что говорит? Да. Говорит. Я главный генерал. Я руководитель еврейского народа. Политический лидер номер один. И что? Деяблый генерал священнику, с протянкой рукой. Он знает, что у меня такая проблема. Он должен оказать помощь политическому кого-то с жены. В трудную ногу. Он должен притесать, и он. Говорит. Офейка, мода. Граждан. То, пока, то, все, пропала девушка. Что никто не пропал. Что же с ней сделано? Из экономических источников. То есть, это ясно. Истологических источников, яhistологических источников. То есть, из вид出來. набрать если это было написано прямо в доме вообще невозможно никак спасаться описано только в мидраж это тоже очень серьезный что он таки ее принес жертв причем вообще жуткий разговор приводится между дочерью и отцом в мидроза здесь написано что дочке его наоборот нет папа ты сказал сделай мне просто ты дал обещание свое потом она здесь говорит дальше сделай мне обещание оставь меня на два месяца я пойду на на горы оплакивать свою девственность своими подругами и он ее отослал и она была там месяца вместе со своей подругой оплакивая тесто на горах а потом на цели двух месяцев она вернулась к своему отца и к отцу и он сделал ей то обещание которое дал и она не знала мужчину и это стало законом в Израиле вот эти загадочные слова что он ей сделал то что обещал а она не знала мужчину запитать и это стало законом в Израиле вот эта странная фраза называется здесь на границе что вы говорили граждан граждан приводит такой страшный случай что дочь ему говорит своему папе пап, какой умный человеческий житок и на жизнь написано в Торе не надо понимать что он должен только животных приносить человека нельзя он говорит, ну как, я же обещал и что? вот сколько доказательств например, отец Яблова который сказал все что ты он обратился к Богу отец Яблова все что мне дашь я хотели вести вам всего что мне дашь что он двух своих детей двенадцатый придет в жертву что? нет это? невозможно нельзя ни в коем случае сделать человеческую жертву и она ей доказывает и доказывает и планиру просит убег ничего мы не слушаем тебя и исполнит свое обещание вроде бы слышать что мудр он ее докидал прямо вот в жертву но здесь это не сголубый что говорят наши комментарии говорят, что это на самом деле такое страшное выражение прямо в жертву на самом деле хотят нам мудрецы сказать что ты думай что он ее зарезает вот ты прям вот считай что он ее реально убил потому что то что он сделал не намного лучше и вообще все его поведение перед тем как он здесь сделал это все равно что реальное что он дает говорит да делабельно обращайте внимание что то что здесь написано вдруг а мужчина ее испознал зачем после того как уже и в руках исполнит свое обещание написано вдруг вдруг те же приводят что ее мужчины не паснут а то и дело окажется дело в том что в этом и было его решение гениальное значит посвятить Богу заткнуть в угол какой-то и она ни с кем не встречается мужчин это не видит и дальше здесь написано в тексте что временами дочери израильские ходили оплать дочери так значит четыре дня в год какие-то девушки приходили к этой дочери на на самом ее смерти в этот ее отдаленный прикислал скид в отдаленное ее поселение где она находилась и там с ней плачали вместе что такая с ней тяжелая история теперь как вы описываете поведение руководителя близкого который понимает что ситуация ужас что девушки совершили ничем не виноват и что девушки надо спасать или замуж отдавать лет на час спасать если уже совсем в конкретном простом варианте почему они значит вот так вот проигнорировали и каждый держался на своем величии как написано в Литарш-Конфурге вот оно величие для чего добро они оба были такие великие и в итоге значит пропало что чтобы объяснить эту историю надо обратить внимание на то что она произошла не единственный раз в которой история была была еще физически и руководитель духовный решали кто из них самый важный в том ситуация была гораздо мощнее царей когда царь иския виски прямой потом он болел и практически почти умер и ему пришел во царь 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 пророк вы вы и и если во И это была страшная отрубка, врагения, которая привела к окончательности. Последняя нормальная дорога на Шерковную Старскую не состояла и разрушена. Сначала был Коин, геннадия Коина, потом была Егодианская геннадия, и все закончилось разрушением храма. То есть эта проблема очень-очень была болезненной. Я напомню вам всю историю человечества, тоже, смертных конфессий, просто вспомнил, это тоже была тяжелейшая проблема временами права государства. Народ не знал, кто же управляет государством, кардинал или король? Король или кардинал? Кто же нас главный? Кто же нас рулится-то? И эта проблема оставалась до последних времен, когда немножечко-немножечко светская власть сумела силовыми приемами оттеснить церковь от руля. Но на самом деле, всю историю человечества это было не ясной политической ситуацией, и сколько народу из-за этого перенужили и переговоров вообще. Это не сказка, кстати говоря, это страшная вообще проблема. И поэтому, понимая, насколько это важно сделать правильно, насколько это важно правильно показать крестикам народу, кто в доме хозяина из-за этого два этих великих человека уперлись. И так считал небезоснованно, несмотря на то, что в некоторых вопросах законов он до-таки да не верно, но в этом вопросе он удивительное дело был прав, что он не должен бегать за первосвященником и просить его помощь. Первосвященник должен приходить к политическому руководителю. В конце концов тогда, когда власть, политическая власть, эффективна на территории церковной земли, когда духовная власть помогает и поддерживает ее, даже как пусть им не обсуждают. Ну, по-моему, это ясно показало отношение между Мушей и Орой. Мушей был уклонен. Он назначил Орой. Составник сказал, он назначил Махазия и Орой. Откуда? 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 Мы ведь видим, что Мушей был действительно избранником. И он существовал политическому руководству. А Орой был духовным. Нет, конечно. К сожалению, из Мойши ничего не забыли. Хотя бы потому, что он был прежде всего правом. Прежде всего он был главным народом, и прежде всего он был лицом духовным. А Орой был как бы должен лицом духовным. То есть они любого представляли духовную власть, а Мушей заодно представил еще и политическом. Он был два волоса. И как только это разделился, как только появился Яошо и Гинозавр, сына Ру. Уже возникла проблема. Потому что, например, И это подчеркивается того. Зачем это подчеркивается? Потому что даже это как наказание такой высотный Назар. То есть, идея в том, что это напряжение сразу возникает. И оно в сторону будет очень правильно разъяснено еврейский народ во избежание больших неприятностей. Потом произошло. И происходили всегда. То есть, первосвященники антибиологически включались в политическую борьбу и закачивался это катастрофически. Только потому, например, что он был соратником царя Давиду очень долго, когда он примкнул в литерешу против царя Молоток, 13-летнего ребенка. Дальше он вызвал, он сказал, я тебя не убил, и я так. Я тебя не убил только потому, что ты помогал моему папе. Значит, я тебя выгоняю, и я так до конца своей книги жил изгнание, и мы заменили другого происхождения. Всю историю существования права у воина был свой родинский суд. Всю историю. Ничего себе дьявол сделал. Я был смирен его. Вот он сидит в нем, сидят 70 старейших, величайших и любимых рейсов в городе. У воина всегда была своя компания и свои законы. Свой родинский суд, который не стоит. То есть, эта проблема была всегда. И поэтому надо отдать. Да, вот товарищи, товарищи, предостерегай от вот этого. Оппортирумизма. Да. Вот эта проблема в том, что действительно, и так. И так, и финкас, они не просто так друг друг друга на сывороте. Они отстаивали две очень важные позиции. И любое движение этих людей, оно бы показало рейскому народу, как Бог в закон, кто главный. И в любой момент, когда предотвещение говорит, надо так, а царь говорит, нет, надо так, еврейский народ пошел бы и туда, и сюда. И это могло бы привести в очень большие последствия. Поэтому и так. Решил свою дочку уторить подальше. В самый темный угол ее засуху. И вообще никак не связываться с финкасом, потому что проблема очень опасная. Я не могу ради своей дочки сейчас показывать еврейский народу неправильный закон, который потом может вообще неизвестно, как сказаться на протяжении всей сези. И плевко сложить. Почему все-таки точно не хочет? Идея очень опасная. Очень опасная. Прям нет. Делать эту франку. Девочки. Свои законы. Устанавливать. Мы с вами об этом говорим. Еврейская еврейская, которая вдруг решила стать и добить ученым. Или бизнес-рума. И она не хочет выходить замуж в общении, не хочет заражать детей, не хочет этим связываться. Вообще, в принципе, хочет только работать, бизнесом заниматься. Хочет только деньги заработать. Вот эта женщина, что про нее? Говорит рам вам, Эй, Ди, Ди, а он у нее в руках, нет, 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 нет. Не хочет замуж, ее лично нет. Почему? Потому что, как мы с вами 25 раз говорили, замуж в однице размножаться, она находится на еврейском мужчине. Если еврейская женщина не хочет помогать еврейскому мужчине, смотреть в замуж, то мы ее заставим приковать к кухне, и к спальне не в состоянии. Не будет. Поэтому подумал их так, и подумал их так. Большое тело ну не выйдет и на запад. Будет сидеть где-то ничего страшного. Ничего. По сравнению с тем, что может быть, если дать еврейскому народу за всю историю неправильный пример, пусть посидеть. как относятся к этому наши хронологические источники, а в салютно потому что это когда девушка пусть посидеть, когда она сама хочет себя. Это нормальный, редкий девушек. Промечтать не нужно, мечтать не идти. И просто потому что папа вот такое вот сделала, она говорит, хорошо, папочка, давай сделай, я готова. что это? Это издевательство, а не пустые силы. И поэтому оба этих человек, несмотря ни на какие намерения хорошие, получают колоссальный страх. И пинкас, и эльфа. Начнем с папы. Так, забегая вперед, поскольку война будет лежать, у нас еще сегодня очередная война, чей гражданской войны на боевстве. И так, забегая вперед, чем это все закончилось, в конце следующей 12 главы написано, что он был покоронен на горах. Да, в городах. В городах. Что такое? В городах покоронен на человека. Чистом. В конце жизни Ильфтар покрылся проказом, заболел проказом. И у него постепенно отпадали части тела. Органы. А за тем, как обычно, например, если у человека сгнил и отпал палец, он должен его покоронить. Все элементы человеческого тела должны быть признанцем. Так вот, где бы он ни был, а уже судья, и весьма народ должен все время двигаться, как он тогда приехал, и у него очередной палец отпал, гнилой, он там закопал. Поехал в другой, и там еще что-то отпал, он там закопал. И он постепенно был покоронен в разных городах святой земли. Разве судья может в таком состоянии судить народ? Нет. Судья, пока он на работе, должен судить в резиновом в любом состоянии. Это касается не только судей, это касается родителей. Я вам хочу честно сказать, что он приходится работать в любом, абсолютно в любом состоянии. В любом состоянии. Но! Но! Заразность это хорошо так не подходить ему там на большое расстояние. Спроси у него издали вопрос согласитесь. Да? Но он должен работать. Да? Финклс был наказал с одной стороны и кажется не так страшным, но на самом деле он был наказан страшным. Человек, который чувствовал присутствие Бога в своей жизни всю жизнь. Бог всегда подрядом спрятался. И тогда, когда он совершал акт возмездия, убивая одни удары людей, Божьей всегда это был человек, рядом с которым он спрятался. Так вот, Бог отвернулся. Он перестал вообще ощущать какую-либо связь с Богом. С этого оба были наказаны. И Канадрия Ильяу, очень важно в наших книгах, надиктованная пророком Ильяу в арнафе тому великому нашему представителю Моры, тому граману. В 11 главе приходит страшный текст, касающийся гражданской гражданской войной, в которой погибло более 40 тысяч евреев в гражданской войне. Кто их убил, спрашивают. Право Бинхасу и Ильяу, что Бинхас и пророк Ильяу это одно и другое. И пророк Ильяу в своем следующем воплощении он диктует Раманам про себя, про свою предыдущую жизнь в образе Бинхаса. Кто там все виноват? Я. Запишите. Вот так же. То есть виноват Бинхас, он убил 40 тысяч человек, он запер в отдалении от человеческого душа Бинхаса, он все это не починил. Потому что в конце того, что капитатным человеком недостаточно, не настолько образованным, как Бинхас. Он уж точно не... Моисея жил не видел и не просил. Традицию этого сего урока не получал. Обличатель. И Бинхас мог решить все эти проблемы. И гражданская войну молодостную, и до этого с дочкой разогласной. С чего же эта гражданская война начинается? А что? Батмисва, 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 Батмисва. А что, отец... Ну я понимаю, что отец имеет право отходить замуж. Но не отдавать замуж разве имеет право? Так что? Он все и делал. Что это все абсолютно неправомощный действие. Человек совершенно неправильно все позволил. Он хотел правильно себя внести. Есть еще дополнительная причина. Есть дополнительная причина, почему он не хотел снимать себя вещание. потому что есть целый ряд случаев, даже то, что не является обещанием, например, по закону, не снимал. Или там снимают с большими проблемами. Что я имею в виду? Есть правила, логические правила, что надо добиваться того, чтобы вы евреи не были не давали обещания. Надо добиваться. Потому что старые времена этого, чем было очень дошел. этого делать нельзя. И нужно добиваться евреев, чтобы он бить и покупал за какие-либо. Даже когда человек дал обещание, не серьезно, не работающее, и, в принципе, можно было это разрешить без вопроса. все равно специально, долго человека рыжили в раввинском суде, мучили его перед тем, как снять с него это пустяковое обещание, чтобы не поплатно было, потом вообще обещание так. И поэтому может быть их так тоже еще одна часть будет. Если он бы сейчас признал, что это вообще не обещание, что это грунта, то он бы таким образом облегчил евреям процедуру дачи обещание, это неправильно. То есть на самом деле по голове между нами, между спорами и сочетания, что по одному из двух дней обещание их так вообще изначально не видится. Потому что когда человек обещает что-то, что не подходит к жертве, не годится обещать это на жертве, это обещание вообще не работает. Например, человек идет по улице видит коня и говорит вот это всесожжение. Вот я этого коня жертву, красавцы. Это вообще ноль, ничего не сказал. Потому что не кошерные животные даже идут, это не обещание, можете дальше забыть. Если он скажет нет, этот конь жертв, был с ним в этот момент. Сейчас про гражданскую войну и обязательность к этой мессии. Позитивное решение, ленингативное обещание тоже отвечает. Это тогда, евреи кричали друг на друга, что имей ввиду, что мой дом для тебя это как храм, как жертвоприношение. Тебе нельзя получать никакое удовольствие, чтобы ты больше порога его перестал. Класс! Все это целый тракт луду найдет. Во всех Италиях если так сказал, если сказал человек про коня, что это не сама жерва, для жертвы, тогда коня надо подать и дать деньги право. Но это максимум, что можно сделать. А если он говорит, завтра встанут твоими на работе, это обещание? Ну, зачем вы так? Жестокий практический вопрос. Зачем ты на работу? Хочется, хочется сказать. обещаем всю жизнь. Мы все завтра закрыли. Мы в быту все время говорим. До свидания. До свидания. Слава Богу, это не найдет. Это я могу сказать, что-то все надо. Ничего сказать. Потому что наше свидание не наше духа. Но когда я говорю, завтра точно буду на работе, человеку все время говорить с Божьей помощи. Или без обещания. Наверное. Постараюсь. Постараюсь. вот эти все слова должны быть все время в работе. Может быть пойду на работе. Да. Собираюсь. Если ничего страшного не случится. Понимаете? Аккуратно. Аккуратно. Не надо вот этого. Да что бы я, если меня завтра пять не будет? Не надо. Потому что человек приедет здесь меньше стол и у него будет страшная вещь, как это называется он грех обещает. человек который нарушил слово которое надо с фрактами и проназленностью. Поэтому люди, которые хотят допустим все что-то запретить, например я знаю из игрей, которые играют в компьютерные игры. Или ходят в казино или он эти компьютерные игры играть 5 минут играет а если он садится не может оторваться то он дает негер обещание что он не будет играть и не играть потому что если он сейчас после негера сядь играть то будет совсем другая игра он не будет в такие игры уже не играть и лучше играть . Страшный страшный даже не хочу говорить что происходит на всю семью человека падает страшный тень вся семья не только он и жена прежде всего там на втором месте и деньги не до его все молодости человеческое слово имеет огромную семью поэтому так просто снимать себя это обещание не смотря что оно было неправильное нелегитивное и так тоже не хотим потому что получается человек перед такой великой битвы перед великой победы я чай богу то и то и бог дает ему ну ладно ничего страшного сейчас это все снимем победы хорошо а без вещей ну что это какой пример это судья всего зависит страшный страшный пример да чай неудачно но я все равно хочу на нем стоять конечно мудрецы там еще рассказывать и категорически против все его позиции от начала до все подуши тоже его нечего виновата другом вопрос решать как они должны были встречаться на какой-то трой их так должен посылать кого-то в хитрисове как-то какие-то реверансы пока выполнил обещания получили наказать потому что такие я не давать более если что лучше одно из известных наивно что человек выдает обещание его исполняет если сравнивать с человеком который вообще дает обещание тот который не дает город но если бы он не выполнен обещание наказано все равно если бы он не выполнен обещание по большинству мнений никакого вообще с точки того рассказать и вся семья особенно жена попал это весен это весен это это конь идет по улице чуть чуть больше чем конь это хуже чем конь это сегодня хорошо запомнили дочек хуже он просто не кашель а дочит живой человек поэт конечно никакой он решил понимать и быть пример петербург для всего народа для серии истории уперся на это было все неправильно в этом катастрофа другое дело серьезнейшее основание но все равно это очень только и здесь границ существует что нету времени ту границу искать человеку за да то есть или вообще этого никаких вещей куклу тебе не надо говорить или просто молчать уже почти решил не покупать то есть от нас любые однозначные вот эти вот рубец причем это абсолютно не наши мы за мы с вами например читаем там люди там один человек с другим торгуется какой-то товар и клянусь мама я тебе не отдам это меньше чем-то 50 а ты это я мама и ключа больше чем за 30 это не возьму там вот говорит что все в порядке все нормально могут хотят за 40 поэтому это вообще не обещание это просто просто такой разговор это нормально это абсолютно нормальный весь мир нету они два дурака это понятно конечно но имеется для некоторого уровня людей это норма и это не называется не называется поговорим тоже там тоже самое касается там когда по ошибке человек дает то что мы с вами говорили он вязался я случайно пообещал или например он не может не имеет право например он говорит своей жене что все что я я больше с тобой не буду иметь ну дурак ну дурак но в чем проблем что он не видит он опять и по это тоже не работает другой я там и способ как он может запретить там всякий хитрый но тогда все снимать с него немедленно еще как следует поддать за такие обещания но теоретически есть очень много случаев они работают но гораздо больше тех кто подарок гражданской войне когда уже происходит после того как и что засунуть свою дочь вместо не стоит сто раз ему приходит посольство любимого снежных коленных районов он присоединился то же самое что один раз было когда кидор увидел мои тоже из колена наши судья мы пришли из коленных районов и нас самому нельзя и узор первого все все лавры от победы и кидор тогда сделал очень-очень хитрый ход немедленно сказал что мы по сравнению с вами да куда да это ваша победа молодцы ребята а мы тогда так сделал несколько показал резко но у кидона была такая возможность потому что коленных районов хотя бы в конце войны принимал участие а здесь вся эта соманитяна она была сидит без участия коленных районов закричали люди из эфраина и пришли с севера и сказали да почему ты пошел воевать саманитяна и нас не позвал идти с собой мы сожжем твой дом с тобой во мне твой дом с тобой то есть мы сожжем твой дом когда ты там будешь помещать такой замечательный кстати когда их один и две обещали и другого почему-то же договорись и на и приняли на себя обязанность не убивать поэтому туда когда я например клярусь есть теперь только крабы с креветками пусырзал потому что ты уже поклялся на горизонте не есть крабы с креветками поэтому это все не обещание это просто норму но то есть если ты поклялся в чем-то противоположным то то клясться уже о другом невозможно что чаще всего чаще всего хотя бывают тонкости исключений сразится между обещаниями клянками очень тонкие законы и вот это очень-очень сложный стараться как вот мы с тобой вместе собирает тем более на тихонько прийти к нему домой в полости с этим хорошие добрые слова вывести уйти по 3 дом и потому что это странно приходите как являет а мы сейчас вместе что они конечно хотят получили за ним заявляет насколько готовы с ним расправить кого-то не вообще вузу но на него время поэтому они сейчас взгляд такая что в уровне а я что я ничего я вообще ничего не хочу на манече вывели кирилл но он так очень потому что он то ли догадываться за этим странно разговором почему у нас не взял с собой стоит почему колено на наше агибири и втанна судьей весьма тем более какие вещи он делал связано с этим обещанием с дочкой всем это очень они пришли к нему человек неправильно делался все неправильно проснул свою всю политику